Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это Терротэч, продолжаем развиваться и, черт возьми, как же смешно иногда читать комментарии, когда, ребят, вы начинаете фантазировать, придумывать какие-то вообще невообразимые фантазии, построить то, построить это, при том, что, ребят, это летсплей, это не постройки, как я делаю, да, иногда, выпуски, где я построй какие-то устройства, просто транспорт, да? Это же летсплей, здесь я развиваюсь, ребят, поэтому такое. Сегодня у нас такие планы. Какие? Так, во-первых, нужно нам прокачать, прокачать довольно-таки хорошо Хавки и Вентура, потому что у меня нету, на Вентура даже до сих пор нету фабрикатора, чтобы создавать предметы. Если говорить о Хавки, то, в принципе, на данный момент у меня все предметы изучены. Все предметы изучены, но вот остается единственное, что прокачать левел и открыть следующее. Здесь не хватает кристаллов, но я так подумал, сейчас, типа, ехать за ними, потом подумал, а смысл, да? Типа, смысл-то в этом нету. Ну, в общем, поэтому мы сегодня начнем охоту, и вот я вижу, первое задание у нас найти ящик доставки, так что, думаю, давайте отправимся туда. Пока ехал к ящику, ну, это прям судьба. Смотрите, здесь как раз-таки кристаллы по дороге нашел, можно их добыть. И, кстати, как раз-таки обратно, когда буду ехать, установлю сюда какой-нибудь склад и, собственно говоря, привезу эти кристаллы. Пока что давайте их просто будем добывать, и вот просто интересно сейчас, если я добуду здесь, вот. Кстати, вот это тоже материал можно добыть. Это уголь у нас, он тоже пригодится. Кстати, и прям, ух, тут... Это, это мне кажется, или там база? Там, по-моему, ребят, там база. Кстати, соляная пустыня довольно-таки недалеко от моей основной базы. И... давайте вот возьмем задание дополнительное. И, черт возьми, это очень даже интересно. Можно здесь прям-таки подраться и хорошенечко. Ну-ка, давайте-ка. Задание вон, я уже вижу ящичек поблизости. Но давайте, может быть, сначала... Да, наверное, все-таки правильнее будет сначала вот это вот. Сначала вот это вот. Дядьку надо разбомбить с базой. Это будет интересненько, по крайней мере. Ну-ка, Вентуры как раз-таки, Вентуровские. Вот, вот посмотрите, что творит, а. Кое-как догоняю, кое-как, серьезно. А он просто на колесах. Черт, есть Вентура. Опыт Вентуровский мне пригодится. А давайте сначала сюда тогда заедем. Честно, я прям растерялся куда. О, еще один кристалл. Кстати, можно будет тоже собирать. Ну и, конечно же, засада! А что здесь? Вот они огромные-то, господи! Давай! Давай, уничтожай! Меня, кстати, как-то откинуло, да? Вот это из-за дробовика, похоже. Так, давайте отъедем. Немножечко отъедем и... Давай, сдохни, сдохни, пожалуйста, во славу меня! Хе-хе-хе! Как говорится, уми ради развития. Ну давай, почему он не умирает? Вот, немножко это напрягает, то что... Ух, давай! Давай! Бури его! Бури, красава! Ух ты, ребят, посмотрите, у него лазер-то наверху работает и... Довольно-таки неплохо. Интересное... Интересное устройство. То есть здесь, смотрите, чередуются лазеры и буры. И это интересно, серьезно. Притом, у него еще есть батареи. Довольно-таки хорошо у него... Получается выживать. Батареи-то мощные. Но единственное, вот видите, огромнейший минус еще... Очередной минус вот этих всяческих устройств. То, что когда я ему заезжаю вбок... Вот вы видите, я к нему вбок заехал. Все, он не функционирует. Он не стреляет. Я не знаю, почему так. Я не знаю, что ему мешает, так скажем, стрелять в меня нормально, да? То есть... Он еще и двигается очень плохо. Просто гора предметов. Смотрите, он пытается, черная дыра, справиться с этой горой. Офигеть, конечно. Я даже немножечко в шоке. Я реально немножечко в шоке от того, какое количество блоков выпало, да? И... Ха-ха-ха-ха-ха! Вот это мне нравится, ребят. Серьезно, вот это вот мне нравится. Еще посмотрите. Я выполнил задание хавки, получается. Да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Новые блоки, фиолетовые блоки. Пулемет, мини-ган. Ну ладно. Окей, нового ничего нету. И здесь остается теперь только это все собрать. Так, я вроде бы все собрал. Тут еще, кстати, поставил пару шахт, чтобы добывали ресурсы. Ну, раз я уж и решил ввести ресурсы, то увезем максимально возможное количество. И давайте здесь. Это... Это нет, это не база. Мне показалось, по-моему, да? Что это база. Да, это не база. Это какое-то очень странное устройство. Блин, посмотрите. У этого устройства даже турбины есть. Очень странное устройство, серьезно. Но здесь, типа, в чем прикол? У него стоят, смотрите, турбины, реактивные двигатели. Я что-то немножко не понимаю. Так, я не вкли... В кого стрелять? Так, давай-ка сдохнем. Ух ты ж. Вот это очень опасно было сейчас. Почему? Потому что эти все взрывы могли и сдетонировать мне какое-нибудь из устройства. И, собственно говоря, из-за этого я мог тоже сдохнуть. Но это, конечно, было опасненько. Просто детонирует все устройство. Все. Отлично. Оно взорвалось. И турбины остались. Довольно-таки неплохое количество блоков осталось. И турбины, и, собственно говоря, тут какой-то... А, тут и сундучок. То есть, вообще по полной программе, по-моему. Турбинки. Вот это, конечно, вообще отлично. Турбины это самое то. Вау, 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 вау. Это же... Отличные блоки, ребятки. Отличные. Здесь, опять же, батареи, топливные баки. Точнее, да? Опять же, ускоритель вот этот мощный стоит. Шикарно. Просто шикарно. Ну ты чё, серьёзно, что ли, ты решил на меня нападать? И пока я держусь, батарея у меня ещё два заряда. И вот... Я, наверное, сейчас рискну. Я серьёзно сейчас рискну. Почему? Потому что, смотрите, батареи у меня как бы кончились. Да, то есть сейчас уже ночь, и я заряжаться не могу. И вот там, вон дальше, защитить машинку во время атаки написано задание, да? То есть мне придётся сейчас отбиваться от каких-то врагов, да? То есть отбиваться от каких-то врагов. Тем самым... Ну-ка. Здесь тоже уголь. Ну ладно. Давайте вот так вот. Кристалл только добудем. Угля мне, наверное, уже хватит. В общем, сейчас посмотрим как раз-таки, сколько и какие враги на меня нападут. И хватит ли мне на это всё... Ну, две полоски батарей. Здесь нужно защитить нашего дружка. Притом такой дружок-то вообще набронированный. Посмотрите. Главное, чтобы он не мешался. Вот он сзади бы, чтобы стоял. И всё. Этого будет достаточно. Так, ну я вижу, что они уже не очень большие. И да, вот это вот проблема. Проблема в том, что они сейчас начнут меня объезжать. А сзади-то у меня пушек-то нету. Совсем при том нету. Так. Ну, вроде бы они все такие... Ну, как сказать, неповоротливые. Они, видите, что творят. Пытаются как-то изо всех сил. Друг другу мешаются. Фу, я на самом деле боялся, что сейчас тут какие-то гиганты на самом деле будут появляться. Потому что, ну вот, геокорпс, по крайней мере, устройства очень довольно-таки интересные стали появляться. По крайней мере, вот то вот, где чередовалось... Воу-воу-воу. Что произошло? По-моему, меня подорвали. Опять. Окей, а почему сундук не исчезает? Всё, исчез. А, это... Стоп, это я выполнил задание. На то, чтобы охотиться. Понятно. Это не то, о чём я подумал. Кстати, можно, в принципе, стоять вблизи. У меня пушки здесь боковые есть. Они довольно-таки справляются и неплохо. Но вот, вот сейчас вот уже, конечно... Уже нет. В чёрную дыру попали. Отлично. Продолжаем дальше. Вот. Вот это уже поинтереснее. Это у нас Хавкий. Так, давайте это уберём. Потому что они на чёрную дыру начинают нападать. Когда чёрную дыру враги начинают бить, из неё начинают выпадать предметы. И... Во-первых, просто предметы выпадают. И потом есть такой момент, что чёрная дыра взрывается просто. Вот и всё. Так, ну, в принципе, всё. И, конечно, этого дрона я не буду держать. Потому что, ну, он мне не нужен. Здесь блоки мне даются из ГСО. Самое главное, на самом деле, не блоки. А самое главное, это... Ну, давай. Самое главное, это опыт. Опыт, который мне идёт. И это хорошо. Так, опять же, куча-куча-куча блоков мы подбираем. И, наверное, защитить машинку во время атаки. Это где-то там. Охота на захватчиков. Найти и уничтожить вторженца. А, ну, это как раз-таки вот охотника, наверное, про это говорят. И Вентура. Убить 10 машинок Вентура, да? Я так понимаю, да. И вот единственное задание. Ну, сейчас, наверное, я уже буду собирать все ресурсы, которые я добыл. И как бы мне их собрать и как-то увезти. Ну, наверное... Ну, наверное... Так, ну, наверное, наверное... Наверное, наверное... Честно говоря, не знаю. Хватит ли мне вот две такие вот платформы? Не знаю. Но попробуем. Сюда ещё. Ну, если что, можно добавить. Даже просто маленький можно добавить. В этом нету проблем. Так, сколько у меня топлива? Ну, кстати, топливо вообще нормально. С батареями прям шикарненько всё получается. Здесь уже просто добиваем, так скажем, врагов. Хотя геокорп смучить... Блин, ну серьёзно. Такое дело. Потому что просто тупо опыт получать мне уже совершенно не нужен он. Так, есть. Есть. Но вот здесь вот я вижу недостаток. Вот. Вот что, недостаток. Потому что здесь вот эта вот платформа установлена неправильно. Так, ну-ка, давайте подумаем. Нет у меня, блин, дополнительного блока. Так. Давайте подумаем, как... Как бы здесь установить. Давайте мы, наверное, вот так вот сделаем, да? Вот так вот уберём немножечко. И временно, да? И перенастроим всё своё устройство в... В переноску. Вот как-то так. Ладно. Это я уже, конечно же, вам не буду показывать, чтобы вас, так скажем, уж совсем не мучить этими делами. Соберу все ресурсы, привезу на базу, и потом мы уже продолжим. Хотел сказать один момент о том, что... Вот эти шахтёры, их... Немножко исправили, да? Ну, как не исправили, а изменили в новой версии... В ТРТ-ч. Такое было небольшое, как бы, добавление. Короче, увеличили время добычи ресурсов. И вот я, честно говоря, не понимаю, зачем. Если бы ресурсы были бесконечные, тогда есть смысл. То есть, когда вы делаете, допустим, полностью автоматизированную систему, подводите конвейеры из шахты в ваши склады, там, с самым... Ну, добываются ресурсы. И чтобы они медленно добывались, то есть, чтобы не было им баланса, они медленно добываются. Но здесь получается так, что... Они медленно добываются, и ты просто тупо вот так вот стоишь и ждёшь. Ждёшь, когда тебе добудется полностью вся эта шахта, чтобы поехать дальше. Ну, развиваться. И это странно. Зачем это было сделано, непонятно. Типа, просто тупо... Чтобы дольше провести времени рядом с шахтой, или что? Напишите свои мысли, если у вас есть какие-то доводы по этому поводу. Странные всё-таки устройства. Можно повстречать в ТРТ. Чё-то, смотрите. Выглядит грозно. И на самом деле, возможно, и функциональность-то прикольная. Но... Ну да. Но нету батарей, и искусственный интеллект даже ко мне не подъехал. То есть, ему нужно было врезаться в меня просто-напросто, и, так сказать, начинать бурить. Но здесь, конечно же, искусственный интеллект ну, хромает. Серьёзно, хромает. Здесь бы, конечно, его помощнее, поинтереснее. Это было бы впечатляюще. Ну, или мультиплеер, чего в этой игре, наверное, никогда не будет. Следующее задание здесь. Геокорповское, правда. Ну, вот, серьёзно. Зачем мне вообще дают задание? Хотя, я же могу и не брать просто задание Геокорпс. Но, всё равно. Всё равно здесь очень много устройств и разнообразных. Посмотрите, здесь вот какое-то странное устройство на Вентуровских колёсах. Довольно-таки неплохо. Так, а это же... Это же свой, блин. Воу-воу-воу-воу-воу, ребята. А я что-то не понял. А чё какой-то урон такой довольно-таки серьёзный идёт? Вроде бы их не очень много, но... Урон-то идёт сильный. Ну-ка, давай-ка тебе... Так, а, это понятно. От этих вот малышей как раз-таки идёт. Ну-ка, сдохни. В упор из дробовиков никто не выдерживает. Вот серьёзно. Это вообще в два счёта развалилось устройство. Опять же, опять же... Какое-то непонятное... геокорпусское. Очень много кусков просто. Посмотрите, вот... Остаётся от устройств просто куски. Какое-то наполовину Вентуровское, наполовину какое-то... непонятное, честно говоря. А, это, блин, это же свой. Я сейчас своего пытаюсь грохнуть. Воу-воу-воу-воу-воу! Это что такое? Это что такое? Я не понял. Ну-ка, сдохните, господа, сдохните. Такой довольно-таки мощный залп орудия. Это страшновато. В том плане, что... У меня просто не справится регенерация. Хотя нет, справляется вроде бы. Всё, по-моему, он уже сдох. Нет ещё? Живой. Это что? Это сейчас что такое было? Так, давайте взорвём вот этого, да? Давайте взорвём. Ну, максимальная лицензия Геокорпс уже. В принципе, отличненько. Кто ещё тут остаётся? Ну, блин, довольно-таки... А, то есть всё. В принципе, задание выполнено. Задание выполнено. Тут уже остаётся просто малыши, которых... Так сказать, нужно добить. Неплохо, неплохо, неплохо. По крайней мере, вот эти враги, они стали намного интереснее. То есть раньше... Раньше как-то с ними, ну, совершенно было неинтересно драться. Не знаю, почему уж... Да что... Я не понимаю... Почему эта кабина не... Я не понимаю, как мне её запихать. Во, наконец-таки. Раньше же враги, ну, как-то серьёзно, не очень радовали. Потому что они были какие-то малыши. Ну, по крайней мере, в предыдущих версиях. Но сейчас это просто потрясающе валится. Так, следующее задание у нас. Хавки и всё. Блин, надо ещё задание брать. Ну, прям серьёзно. Вентура нужна. Вентура какая-то странная коалиция. В том плане, что очень тяжело она прокачивается. Очень мало устройств появляется. И, ну... Может быть, из-за того, что их не создают устройства Вентура. Возможно, и из-за этого, кстати. Ладно, давайте продолжим. Опять же, нужно защитить малыша. И здесь хавки и устройства... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Хавки и устройства сейчас будут приземляться. Но вы уже видите, какие они странные. Серьёзно? Так, это устройство, кстати, вот... Прикольно. Зачем только, зачем... Ммм... Геотермальный генератор у него стоит. Типа вот этого непонятно. А всё остальное выглядит-то прикольно. С щитами, да? Которые, кстати, выдерживают довольно-таки неплохой урон. Да ты сдохнешь, нет. Серьёзно, что ли? Сдохни уже. Так, с батареями как за... А с батареями-то не всё так... Вот смотрите, сколько уже в него стреляю, а убить-то не могу. Я не понимаю, почему? А-а-а, наверное... Щиты как раз-таки регенерацию... Успевают восстановиться от моего щита, скорее всего. Это прикольно. Так, надо прям очень аккуратно смотреть за своими энергетическими возможностями. Потому что спокойно я сейчас могу сдохнуть. Или у меня пушек стало... Да, у меня пушек, кстати, стало меньше. Я думаю, что тут что-то не так. Пушки поломал из... Так, вот здесь вот. Оп, оп. Вот так вот. И здесь вот давайте. Оп и оп. Так, вот здесь вот я уже вижу. Вот так вот можно поставить. Блин, я стреляю в упор. Он не дохнет. Да ты серьёзно, что ли? Сдохни, пожалуйста, уже, а? Какой-то... Какой-то бред. Mission complete. Да сдохните вы уже, а? Такое ощущение, что вот я начинаю чувствовать реально прям нехватку мощности. Нехватку, притом... Большой мощности, я бы так сказал. Такой малыш, кстати, прикольненький, да? То есть это дрон. На таких колёсах он тоже стреляет, но... Скорость у него довольно-таки высокая. Управляется очень клёво. Но, чёрт возьми, я думаю, что он до первого склона, он, наверное, не заедет даже. Хотя нет... Так, вот этот блок вообще совершенно здесь не нужен. Смысл от этого блока. А, я знаю, зачем. Теперь я понял, зачем его поставили. Чтобы... Утяжелить, просто утяжелить. Кстати, нет, нормально, смотрите, залетает на каждую горочку. То есть, то, что он... Из-за того, что он лёгкий, да? Блин, прикольно. Надо будет посвятить несколько серий тому, чтобы построить маленькие разнообразные устройства. И посмотреть, как они будут проходить те или иные препятствия. Потому что это довольно-таки интересно. Чтобы не тратить зря время, то есть... Как видите, у меня батареи-то кончаются. Нужно подзарядиться. И, собственно, энергию нужно дождаться либо утра, либо... Вот я нашёл два гетеремальных источника. И установил на них гетеремальные генераторы. И добываю, так сказать, себе энергию тем самым. Очень прикольно, кстати. Если попробовать купить в магазине ещё... Ещё, если получится. Если там они будут, кстати. Если они будут... Нет, видите, передатчиков энергии вообще нет. Прям редкость такая. Прям серьёзная редкость при этом при всём. Ну, ребятки, это охотник. Давайте попробуем его убить. Ну, я думаю, у меня получится при полном заряде батарей. Господи, при том это... Ну, нет, ребят... Вот это уже обидно. Это устройство было в предыдущем сезоне очень много раз. Оно подряд, оно подряд постоянно появлялось. Потому что нового ничего не было. Ой, я тоже падаю, да? И если в этот раз будет то же самое, да? То есть ничего нового не появится, кроме вот как вот этого устройства. Это будет реально обидно. Но здесь я вижу один великолепнейший блок. Вот он. И он мне нужен, ребят. Он мне... Вот я всё готов здесь отдать. Лишь вот этот винт мне нужен. Это, ребят, это... Да, это срочно нужно. Ну, хотя... А, хотя с равно и крафтить не смогу. Чёрт, у меня же нету. Ну, ладно, тогда уничтожаем. Вот тогда вообще по барабану. Просто сливаем всю энергию. Ну, тогда это не очень серьёзно. Но жалко серьёзно. Я думал, у меня сейчас появятся винты в большом при том количестве. Прям чувствуется, как я бурю его. И так продвигаюсь, продвигаюсь по блокам, да, вперёд. Всё. Взорвалось. И винт у нас, по-моему, не сохранился, да. Не сохранился. И это печально, конечно. Это печально. Ну, да ладно. Ничего страшного. Ещё хотел показать такой броневичок, да? Прикольненький. И реактивный двигатель у него. Посмотрите-ка, чё. Только почему... Вот... Устройство-то прикольное, да. И технически интересно сделанное. Но им не пользуется, да, сам бот. То есть он на турбинах не уходит от меня. А, в принципе, так и нужно было, да. То есть заехать в задницу ко мне и сзади расстрелить. Пока я поворачивался на турбинах бы. У него это получилось бы. То есть манёврность этого устройства позволяла. Но здесь бот не может воспользоваться токсическим преимуществом. Ну, я понимаю, что это довольно-таки сложно, наверное, написать такого бота, чтобы он вот так вот интеллектуально правильно подходил к бою. Но хотелось бы, конечно, хотелось бы здесь врагов посложнее видеть. И вот-вот банда. Банда! Вентуровское задание. Давайте-ка его выполним. Задание уничтожить банду. И вот здесь вот я вижу одного пока врага. Хотя нет, двое. Это всё, что ли? Это всё? Это вот два таких маленьких винтур... Две такие маленькие винтурские машинки будут? Кстати, вот здесь вот... Нет-нет, но мне... Кстати... А, вот пушка есть. Я прям думаю, может быть, ещё пару дробовичков. Хотя нет, тогда опыт прибавился. И здесь дадут мне сейчас винтуровские блоки. Посмотрим, что дадут. Так. Есть винт! Крыло винтуровское. И... О, да, ребят. Да, ребят. Это фабрикатор. Просто обалденно. Под конец винтуровский фабрикатор. Ну что ж, это значит, что у меня теперь появятся и винты, это появятся и крылья винтуровские, да и вообще все остальные блоки винтуровские. Блин, и эта штуковина тоже... Ай... Гии... Стабилизатор! Блин, потрясающе! Я просто офигенно рад. Это... Эта серия удалась. Прям именно добыл то, что хотел. На этом я буду заканчивать. Ребят, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Всем всего удачи и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова